Рука Бога на вас, истина и благодать. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Друзья, представьте, вы живете, все хорошо. Здоровье нормальное, дети, внуки тоже здоровы и не ссорятся. Вроде бы все хорошо, рука Бога с нами. Но тут вдруг что-то происходит, и все валится, разрушается. Несчастья приходят одно за другим, и ты ничего не можешь сделать. Они приходят извне, и ты не можешь влиять на них. Ты вроде ничего особенного не сделал. Откуда? А у вас был такой случай? Представьте, есть люди, которые так живут всегда. Но спасибо Богу, что Он нам показал дорогу к Нему, и мы получили спасение и Его помощь, исцеление. Мы получили во Христе Иисусе дар благодати и истину. Теперь в нашу жизнь не может прийти что-то извне. Все в нашей жизни контролирует Бог. Если что-то происходит, мы сразу идем в молитве к Богу Отцу Небесному, и там все узнаем. А когда в нашей жизни все-таки что-то плохое происходит, мы говорим, Бог убрал руку свою, или Бог отвернул лицо свое. Мы много говорим о Боге Отце Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Рука Бога на вас. Все хорошо познавать в сравнении. Когда живем с Богом давно, нам хорошо понятно, когда Он убрал руку свою с нас. Это единственный случай, когда мы упорствуем в чем-либо, особенно в грехе. Бог Отец долго терпит, потом убирает руку Божью свою, чтобы мы раскаялись, покаялись и изменили свой поступок. После Отец Небесный опять возвращает свое благоволение. Друзья, мы понимаем такое состояние, когда нам становится плохо. А ведь так живут многие люди на земле, незащищенные от болезней, нищеты, греха, проклятий. У них нет защиты от этого всего, нет защиты от Бога. Но они думают, что так живут все, и что это норма. А мы знаем, что это не так. Да, друзья? Без всякого сомнения, Бог знает, что это все пришло не от человека. Это все грех на земле. Поэтому Бог дал спасение для людей. И каждый, кто приходит к Богу с верой в Иисуса Христа, получает по благодати спасение и исцеление. Конечно, каждый получает в Иисусе Христе истину и благодать. Рука Бога. Благодать на вас. Это точно? Иоанна 1, 17. В Евангелии от Иоанна в 1 главе, стих 16 по 18 написано. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий, внедрю отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 16 по 18. В 17 стихе написано, что благодать и истина произошли, даны через Иисуса Христа. Друзья, чтобы рука Бога, благодать была с нами, есть условия. Во-первых, и это главное, прийти к Богу с верой в Иисуса Христа. Это единственный путь. Без веры в Господа Иисуса нет благоволения Бога, нет благодати и истины нет с нами. Получить благодать как дар. Многие люди не имеют и не знают благодати Божьей, Божьей руки на себе. Сестры, братья, вы помните, когда вы впервые познали Бога, познали руку Божью на своей жизни, когда мы только пришли в церковь, покаялись в грехах, пригласили Бога в свою жизнь. Помните, как начала меняться наша, ваша жизнь. Мы были так счастливы от чувства защищенности. Мы видели, как меняется все вокруг нас. Работы, окружающие, отношения к нам, семьи. У некоторых происходят чудеса в жизни. Помимо того, мы обрели Слово Божье и начали понимать Слово Божье и что говорит нам Бог Отец. Дух Святой открывает нам Библию и напоминает всегда об Иисусе Христе. Если у тебя, мой слушатель, еще нет такого, то ты пришел к Богу с верой в Иисуса Христа. Это одно препятствие для истины и благодати, руки Бога на нашей и вашей жизни. В 17 стихе написано «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Истина – это слово от Небесного Отца. Библия – откровение, общение Духа Святого. Это общение. Бог говорит с нами. Благодать – Его рука. Это то, что Он делает в жизни каждого из нас, потому что благодати без истины не существует. Бог – Личность. Он делает и говорит. Также Бог не просто говорит. Его каждое слово подтверждено делом. Попробуйте, испытайте его. Сестра, брат, с вами Бог общается через Слово Своё? Если да, поставьте лайк. Нам для свидетельства, что такое существует, что Бог говорит. Дар благодати в вашей жизни. Как увидеть дар благодати в своей жизни? Во-первых, Он не заслужен только по благодати. Во-вторых, Он всегда избыточен. Благодать – это рука Бога на твоей жизни. И буквально благодать показывает отношение Бога Отца к нам, каждому лично. И второе, благодать не заслужена. Например, вам нужна операция у хирурга, но в момент операции поменяли и дали наилучшего в этой области хирурга. Заслужена. Эту операцию проводит хирург. Так и должно быть. Вы ничего не сделали, чтобы к вам пришел такой специалист. И заслуживаете обычного, простого отношения к себе. Но Бог Отец думает иначе. Благодать избыточна. В свою очередь, операция была несложная, и хватило бы простого хирурга. Это достаток. Но Бог решил иначе. Тот специалист, который вам дан отцом, намного широкого профиля и может вам помочь больше, чем нужно вам. Его специализация превышает ваши потребности в выздоровлении в вашей проблеме. Где и получаете помощь во всей полноте. Это избыток. Так вот, благодать видна через две характеристики. Во-первых, она незаслуженная. Во-вторых, она избыточна. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стих. И такие случаи проявления руки Бога, Божьей благодати, могут быть практически везде и всегда. Так как они были у всех, кто живет с Богом. Тогда как они будут у всех, кто живет с Богом. Благодать, рука Бога, это проявление Божьей любви. Он так физически показывает вам, лично себя. Он так хочет, чтобы вы познали Его руку лично в вашей жизни. Сестра, брат, вы когда-нибудь испытывали случай Божьего избытка? Благодать в своей жизни? Если да, поставьте лайк для свидетельства нам. Рука Бога не на вас. Насчет того, что происходит, когда Бог забирает свою руку? Когда Бог Отец забирает благодать свою? Друзья, вы не сможете этого узнать, если вы ее не имеете. Это невозможно рассказать в теории. Только все незаслуженное и избыток уходят. И остается просто обычная жизнь. Такое ощущение, что ты не защищен. Аналог. Когда выйти в мороз на улицу без одежды. Когда ты чувствуешь мороз каждым сантиметром своего тела. В частности, когда Бог забирает свою руку, и ты чувствуешь незащищенность каждым сантиметром своей души. Незащищенность перед людьми обстоятельствами. Обычно это сопровождается падением. Потому что у человека нет силы Духа Святого сопротивляться греху. Человек без Духа Святого полностью ведом раб греха. Но, опять же, это можно познать только, когда познал благодать Божью на себе. А остальным это теория. Рука Бога. Благодать и истина. Благодать и истина пришли к нам через Иисуса Христа. Дела и слова Бога Отца пришли в нашу, мою, вашу жизнь, мой слушатель, через Иисуса Христа. Благодать и истина всегда идут рядом. Его Слово и дела всегда рядом и сегодня, сейчас. Бог Отец Небесный сегодня говорит и делает многое в нашей, моей и вашей жизни, мой слушатель. Аминь. Сестры, братья, очень внимательно смотрите на то, что происходит в вашей жизни. Поскольку, когда происходит такой случай вмешательства Бога, Его личной благодати, вы это знаете, Дух Святой сразу напоминает вам. Запоминайте этот случай. Придите домой, поблагодарите Бога Отца в молитве за то, что Он сделал. Попытайтесь узнать, что Бог Отец хотел сказать этим случаем именно вам. И посмотрите обязательно на Бога Отца. За любым проявлением в вашей жизни благодати Божьей очень видно Бога Отца, Его характер и Его отношения лично к вам. Так Бог строит взаимоотношения лично с человеком, с вами. Друзья, задайте вопрос Богу. Закройте глаза, помолитесь, скажите. Покажи мне руку свою в моей жизни. Где ты? Аминь. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Богу Отцу Небесному. Сегодня мы говорили о благодати. Руку Бога в нашей современной жизни. Потому что благодать и истина всегда рядом. И мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Конечно. Пришло время и я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Обязательно подписывайтесь и делитесь. И передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует.